Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1147, События дня. Книга Ева, 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди пороки мои, то я боялся бы большого общества и презрения одноплеменников. Страшило бы меня. Я молчал бы, не выходил бы за двери. Вот чего не хватает многим. Кто натворили, сколько дел, и выходит, учит. Как сейчас вот смотрю третий видеоролик про жену Давида Швили. Сколько было там у Брежнева. А врач, главный хирург страны, Чадов, говорит, без моего ведома никого к нему не допускали. Вранье это все. Незнакомый там человек, какая-то торговка, она бы там у него там была. Это первое лицо государства? Нет. Вот. Дальше. Да, там вот этот вызывал какой-то по плану, либо банин какой-то. Не знаю даже фамилию. Ну, такой пупок. Жена болела раком-то. Она умерла. Эта жила 500, что ли, лет собиралась жить. 66 лет умерла от жены эта. И дальше, которые были, рассеялись, ничего нет. За год все перессорились за имение. Ей дарили там целое состояние, дома, проспекты. Ну, одержимые люди, ворованные они не ценили. Вот про таких как раз и есть. Если она этим занималась, ее от церкви отлучают на 30 лет. 30 лет. Если уже так кто-то погибал, а так-то на 18. 18. А если кто ходил к ней там, учился, слушал, на 6 лет. Опять на 6. А если в дом просто принял. А может быть и ходил к ней. Просто, кажется, на 1 или 2 года отлучаются. У церкви на все есть ответ. Ну, и объявление наше. Считайте. Тормозите. Умерла мать, остались четверо детей. Это снимки были сделаны. Считайте и разумеете, куда эти средства идут, как, все по согласованию, если кто пришлет. Немало не сомневайтесь, что идет все правильно. Валентина. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Исключительно проникновенные стихи. Извучат, как набат. Нигде не встречало таких. Очень близка тем об уходящем времени жизни до слез. А искушение Христа сатаной. Кто мог бы еще выразить это в стихах? Невероятно. Ну, вот я выставил стихи. Эти сразу там стихотворение 5 рядом. Владимир пишет. Уважаемый господин президент. Это Мачалин. Президенту Америки. Хотите стать мировой державой? И дальше он еще пишет, считайте. Вот чего требуется по пунктам. Запасал, затолкните, чтобы сдержалось. И в конце пишет. Пока. Все. До следующей встречи, господин Дональд Трамп. Вот так возьми наших. Юрий Соболев. Вот пишет. То, что вы с Володей делаете, сейчас рулетки, это истинное благовестие. Призыв грешников к покаянию. Здесь нужны крепкие духовные силы посредством поста и молитвы. Еще подумалось. Вот те аудитории, которые, как вы говорили, Игнатий Тихонович, остались в прошлом вашей яркой жизни. Нет. Вот новый путь. Вот те новые аудитории, в кавычках, состоящие из людей новой, жесткой языческой Руси. Да благословит вас и укрепит Христос. А мы поддержим вас молитвой. Храни Господь. Ну, Финаева пишет. Благодарит. Какой вы даровито плодовитое человечище. Во как, Лидия. Страшная вечность, пронзительно жутко. Безумцам покажется все это шутка. И рад я тому, что со мной повстречался. Единственный тот за меня, кто распялся. Екатерина пишет. Заключенная. Времени гоняя занималась подпольной перевозкой Библии. По условному знаку мне тайно сообщался город и номер привокзальной камеры хранения, куда я должна была доставлять свой груз. Информацию адресов доставки мне передавали верные люди. Но однажды меня предали. Следствия, как такового не было, был суд. Решение суда признать виновной в совершении преступления и назначить наказание. Шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. Место ссылки Колыма. Тогда мне было 28 лет. По прибытию в лагерь проверка документов, унизительная проверка личных вещей, стрижка волос под нуль. Потому что пока шла по этапу, набралась в шею столько, что легче было сберить волосы, нежели в шею выбрать. Затем личные указания и мой номер. С этого момента я была заключена под номером 41102. Потом барак. Все черное, с серым и вонь. Она стояла здесь постоянно. Это запах пота, немытых тел, сырости и смерти. Тюрьма – это нечто такое ненасытное. Это идол, который всегда готов принять все новые и новые жертвы. Жизнь в лагере – это напряженная, изнурительная работа, от которой невозможно отдохнуть. Это когда ногти окровавлены и стерты наполовину так, что ложку держать от боли не можешь. Это миска баланды, так здесь называют суп, которым я вылавливал от червей. Или нечто такое, что не могла определить, что это. Это беспокойная ночь и постоянное недосыпание. Это самоубийство заключенных. Они вешались, топились, кидались при возможности под технику. Это эпидемии, когда вы носились за одну ночь с десятками. Это лагерная помойка, в которой постоянно рылись страшно худые женщины в лохмотьях. Это мокрая одежда, которая, бывало, не высыхала. Это когда ты здесь, а дети твои разбросаны по интернатам. Или вообще не знаешь, где они и что с ними. Это когда любимый муж оставил тебя и живет с другой на воле. Это когда ты постоянно в унижении, когда ты второй сорт. Дни тянутся утомительно долго. Впечатление от такой жизни страшное. Мне хотелось всегда от этого проснуться, но, увы, это был не сон. Это было явью. Но все это время я говорила сама себе вновь и вновь. Я страдаю за имя Иисуса Христа. Так проходили часы, дни, месяцы, годы. И вот очередная вспышка эпидемии. На этот раз она не обошла и меня. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Дошло до того, что я не могла вставать. Меня отнесли в отходную, так здесь называют морг. И оставил, умирать ушли. Я лежала в окружении трупов. И мысленно, иначе я не могла, обратилась к Богу. Боже, я умираю. И Ты знаешь, что я не дорожу этой жизнью. Я благодарю Тебя за испытания, которые я перенесла. За то, что Ты помогал мне и давал силы. Я люблю Тебя, Господи. И я жду только того, чтобы войти мне в святой город воротами. И вдруг я увидел Иисуса, говорящего, Ты не можешь войти в город воротами. Почему, Господи, Ты не исполнила мою заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего? Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, он лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Моя заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я сразу же поняла, что он говорит о сестре, которая меня предала. Я с болью в сердце простонала, Господи. Я столько перенесла за нее. Я не могу на себя смотреть в зеркало и просто в какое-нибудь отражение. А от голода на мне остались одни кости, волосы выпали. Я лысая. Одна моя нога при переломе срослась неправильно. Стала короче другой. Я калека. Я столько терпела, я столько перенесла из-за этой Иуды, которая теперь тоже в бараке вместе со мною. Знаю твои дела и труд твои, терпение твое. Ты много перенесла и для имени моего много трудилась и не изнемогала. Но слово мое говорит, если бы ты отдала и тело свое на сожжение, а любви не имела, нет тебе в этом никакой пользы. Небо и земля приедут, а слова мои не приедут. Он стоял какое-то время и смотрел на меня глазами, полными любви и состраданиям. А потом его не стало. Демон, закинув назад голову, разразился диким смехом. А, ты хотела войти воротами. Ты будешь незренута в бездне и войдешь воротами преисподнями. Воротами тьмы, которые без меры раскрыли пасть свою. Туда вошли многие, человекоубийцы, все исполнявшие мою волю. Ты не простила и возненавидела всего лишь одну душу. Этого достаточно, чтобы я имел на тебя право. По этих словах он стал приближаться ко мне все ближе и ближе. Меня так затрясло, что я еле произнесла во имя Иисуса Христа. Я повелеваю тебя. Остановись. Но злой дух сказал, Иисуса я знаю. И те, кто поклоняется ему в духе и в истине, мне известно. А ты кто такая? Я была в неописуемом мужестве от неожиданно открывшейся мне правды. И я из героини, которая, казалось, сама себе превратилась в ужаснейшее существо. В такие моменты не уйдешь от себя. Ты видишь твое сердце таким, какое оно есть. Здесь не имеет значения, кто ты. Кто виноват здесь? Имеет здесь значение, любила ли ты. В страхе и немощи я взмолилась Иисус. Отец, помилуй меня. Бес тут же остановился и зашипел. Заткнись. Замолчи. Но я продолжала мысленно умолять отца. Отец, я не достойно называться твоей дочерью, но я умоляю тебя во имя Иисуса Христа, который просил за меня свою дорогую кровь на Голговском кресте. Будь милостив ко мне, грешница. Я осознаю свою вину. Я осознаю свои беззакония. Я теперь стала понимать, что означает для меня каждая капелька крови, пролитая Иисусом Христом. Я теперь стала осознавать, что означает сейчас для меня каждая рана, нанесенная Иисусу Христу за мои беззакония. Прошу тебя, отче, помилуй меня. Во имя Иисуса Христа помилуй и прости меня за то, что я не любила свою сестру. Я теперь стану любить не словом или языком, но делом и истинною. Запрокинув голову назад, оскалив клыки, с которых стекала вонючая слюна, он протяжно завыл и исчез. А вместе с ним исчезла и бездонная тьма. Я узнала, что смерть отступила. Меня наполнила небесным миром и покоем. Здесь, в морге, где вокруг меня лежали трупы, объеденные крысами, я сползла со своего места и, упавши на землю, плакала и кричала, «Я помилованная! Я помилованная! Я помилованная! Единому и премудрому Богу, Спасителю моему через Иисуса Христа, Господа моего славы и величия! Счастья и хвала ныне и во веки веков! Аллилуйя! Аминь!» И в сердце моем зазвучал голос Духа Святого. «Мир тебе, дитя мое! Мир и тебе, мой дорогой читатель! Вникни в свое сердце, если в нем любовь к ближнему или, живя во времена свободы, ты на самом деле находишься в узах греха и ненависти к ближнему. Знай, Иисус пришел отпустить измущенных на свободу! Прими верою, что через эти слова к тебе обращается Иисус Христос и дает тебе силу прощать и молиться за обидчиков и врагов твоих! Да благословит тебя Господь и да прославится Он через тебя!» Вот это говорит Вета. Это, видимо, повтор немножко тут. Юрий Соболев. «Мир вам, Игнатий Тихонович! Смотрю некоторые фрагменты вашей чертулетки. В голове диагноз с этим автоматически следующее – Христос спускается в ад!» И это не потусторонний ад. Это тот настоящий мир современной России без глянца, с чуждым благоуханной речи языком, в наркодурмане, в обнаженном бесстыдстве. И то, что вы с Володей делаете – истинное благовестие, призыв грешника к покаянию. Здесь нужны крепкие духовные силы посредством поста и молитвы. Еще подумалось, вот те аудитории, которые, как вы говорили, остались в прошлое вашей яркой жизни. Вот здесь говорит. А мы поддержим вас молитвой. Сегодня смотрел ваш ролик с американским баптистом. А сын, занимаясь своими делами, слышу, хохочет. Что смеешься? Ты голову-то подними. Я с тобой, а не с твоими очками разговариваю. Это я как говорю. Это значит, он под вашими фразами, над вашими смеется и повторяет за вами. Ты не перебивай баптист, а ха-ха. Это, видимо, уже наследственно. Мы тоже хохочем над вашими выражениями, Игнатий Тихонович, растискивая их афоризмами. Как будто растаскивая. Ну, тут что есть, кое-что есть. Как влияет борода? Вот местописание. Что этим занималось? В ООН специальные исследования были. Кто с бородами, меньше попадают намного в плен, меньше ломаются оружия и возвращаются живыми. Ну, что тут далее сказать наше событие. Я только о себе отвечаю. Я один остаюсь. У меня задача слазить на крышу голубям, посмотреть, дать корму. Много едят. А у меня их там где-то двадцать пять, двадцать три или... Другая голубятня в доме, маленькая два голубя, уже вывелись там малыши. На улицу иду, черпаю отходы от голубей, принести. Воробьям рассыпаю, горстышку жуланом, семечек. Дальше кошек сажаю в подпол, пускай голубей гуляют. Наоборот, теперь голубей запираю, через решетку их видно. Это тоже дело. Кошками занимаюсь. Ответы дает. Сегодня я встал где-то полтретьего. Днем маленько бывает, сяду на стул, откинусь так, немножко, несколько минут. И тут же сразу кто-то в дверь стучится. Кто-то хочет попасть. Вот. Так вот все видать. Ну, а то, что тут видать, это я сегодня выставил 10. Так, раз, два, три. Ну, и вот дальше. Простые дела. Вот какие ролики-то у нас. Ну, и вот в свете Библии большой тут сайт. На этом сегодня все.